Всем доброе утро, друзья! Огромный привет! Здороваюсь с вами сегодня. Очень рано. Буду сейчас готовить Лёше овсянку, поэтому самое главное поставить воду. Вот сюда ест овсянку по пропорциям. Сейчас валим ему её на воде. Не знаю, почему он любит сейчас на воде, хотя и молоко есть. Вот овсяночка, вот сахарочек. Он даже масло не кладёт себе. И вообще, я не знаю, как можно каждый день есть овсянку. Молодец! Мне вот, если надоедает какой-то завтрак, я его больше не готовлю и не ем, пока не захочу его вновь. Вот когда-то мне нравились тосты, я вам рассказывала. Надоели они мне через неделю, там всё, я больше их не ела. Сейчас у нас 6 часов, начало седьмого. Встали так рано, потому что Лёшка на работу едет с папой вдвоём. Мама дома сегодня, она будет готовить. Я сегодня дома. У меня сегодня вечером, кстати, танцы будут. Несмотря на то, что суббота, у нас отработка за понеденье, потому что понеденье к Рождеству. Вот, и мы занимаемся сегодня. Я даже рада, потому что вчера, когда я пришла на классику, ну, знаете, тяжело было. Я неделю ленилась, ничего не делала, не занималась. И когда мы разъезжались на шпагат, я думала, я порвусь. На самом деле, ну, у меня даже лучше уже получалось. Я очень старалась, чуть ли не до слёз. Но больно было очень. Ну, зато, зато, зато надо приходить в тонус. Мы сейчас занимаемся где-то пару занятий. Потом у нас мастер-класс приезжает Алёна Папуча, возможно, вы слышали. Это наша звезда по танцам украинская. Вот, Суза Порожья, кстати, девушка. Вот, а потом, потом у нас большие каникулы. И эти большие каникулы будут длиться где-то месяц. Поэтому за этот месяц нужно будет заниматься дома самой. Вот, держать себя в форме, потому что если не заниматься месяц, и прийти вот так вот потом на танцы, это ужас, рассыпься просто. У нас вот такая неприятная случилась вчера вечером. Я очень сильно из этого утром расстроилась. Вчера у меня схватило сердце. Ну, схватило, блин, как у меня, знаете, дышать тяжело. Ну, знают люди, у которых есть там пролаксы, какие-то проблемы. У меня такое частенько. Так вот, у меня схватило сердце, и я, ну, попросила его, чтобы принести мне таблетку. Он принес мне корвал мед. И все это неважно. Я не рассказываю для того, чтобы пожаловаться, или рассказать про таблетки. Просто там... Это все важно. Что? Это все важно. Это неважно. Это важно. Это эти... Как они? Облегчающие или как там? Оправдывающие обстоятельства. Нет тебе оправдания. Никакой пощады. Тут у нас умер зеленочный монстр, ты видела? Там прям кровавый свет из зеленки. Мама, держись. Я тебе говорю, пока ты где-то на земле. Короче, Леша доставал таблетки. Нет, он не доставал. Он высыпал с пакетика все таблетки на диван, на кухне. А там какие-то таблетки были в зеленке. Причем я не понимаю, почему они были в зеленке, потому что зеленка у нас закрыта. Я вообще не понимаю, что с этой зеленкой. И он приходит в кровать и говорит, все, там огромное пятно от зеленки. Ой, там пятно от зеленки я не тер. Я же думала, маленькое. А оно, ребят, не маленькое. Оно огромное. Оно еще и воняет зеленкой. Честно, я теперь не знаю, чем его отмывать. Я его терла тоником. Леша тер мистером пропором. Короче, если у вас такая ситуация была, скажите, пожалуйста, чем это оттереть? Потому что если мы дотрем от дивана, это вообще ужас ужасный. Мало того, что он весь крошится, его уже давно надо, блин, вот эту обшивку менять, но мы еще никак это не сделаем. Так теперь он еще и в огромном пятне от зеленки. Огромное пятно. Посмотрите, какое зеленое. Да, дотрем чем-то. Просто вчера уже 11 ночи было, мне в 6 утра ставить работу. Так ты знаешь, такой злой приходишь, все, там пятно, и я его отмыть нему. Я его бомбанул. Типа ты хотел мне сказать, что я не злилась, но ты еще от меня не убил вчера. Этой фразой. Да нет, 11 часов, у тебя неплохо. Сама таблетку никогда в жизни не возьмет. Я уже психую, хорошо. Я сам пойду возьму тебе таблетку, растыни мой, жаль. Беру таблетку. Не, говорю, Диана, пойди возьми таблетку. Полчаса давно будет рыться. Сам пойду возьму. Высыпаюсь, за минуту нахожу. Убираю таблетки, смотрю, потекла зеленка. Давай идти, лейтем, она не оттирается. У меня бомбили. Подхожу, прихожу в квартиру, в комнату, зеленка не оттерлась. Лег спать. Да, вот человеку плохо. А он зеленка не оттерлась. Я вообще чуть в обморок там не упала на месте. Так он еще отвернулся в зло, такой зеленка не отмылась. Ой, что ты там сказала? Пятно, все. Просто на зеленку. И психанул, и все. Зашибись. Так мало того, что... Я психанул на зеленку. Она еще и здесь. Ну вот я шел, я не понимаю, как... Ты выкинула, надеюсь, те таблетки, которые все в зеленке? Нет, их надо перебрать. Давай переберем, снова высыпем на диван и будем перебирать. Да, попостелим что-то, пакет какой-то. Смотри, вот это я не понимаю, откуда оно взялось. Вот эти что-то зеленые. А фигеть, а что мечтать им теперь делать всем? И здесь? Это что, с тебя лилось? Я не знаю, с кого это лилось. Это, надеюсь, в кровать этого нет? А то следы прям в кровать ведут. Это зеленочный монстр. Боже, какой ужас. Доброе утро, страна. Утро начинается не с кофе называется, а с зеленки. Нормально. Капец. Подскажите, пожалуйста, реально, как вымыть зеленку? С пола можете не подсказать. С пола я уже вымывал. Я знаю, мистер Коктер ее берет. Так вымывай теперь. Так вымывай, как бы она работает. Да я бы думать. Просто вот с диваном и обшивку хочется поменять. Просто мы все как, никак с этими праздниками не сможем, не можем поменять эту обшивку. Она тоже стоит, понимаете. У нас сейчас день рождения на носу, блин. На день рождения тоже буду тратиться. Ну, это хорошие траты. Но все же это растрат. Ну, понимаете. Теперь я сижу в зеленке и буду завтракать в зеленке. Не хочу его тихать. Ну, все, все. Теперь меня съешь. Не, я тебя не съем. Я сама такая, как ты. Я уверена, что в такую ситуацию из себя жила с родителями могла попасть не я. Я просто даже не понял, как такая ситуация вообще произошла. Все, все как в тумане. Что, мне это зеленка? Не лозим, не лозим. Твой отец еще не звонит. Еду помогать Геннадию Георгиевичу на рынок. Вот так. Всем тем, кто говорит, что плохие отношения с данными родителями. Геннадий Георгиевич сказал, что берет меня просто для того, просит моей помощи. Чтобы я ему повыносил мозг. Вот и все. Чтобы ему скучно не было папе. Так что да, потому что Ирина шел, если она нас сегодня готовит, а Геннадий Георгиевич сказал, ему скучно на рынке. Конечно, скучно. Там сейчас людей мало, потому что праздники. Так что ваша теория о плохих отношениях немножко сошла в тупик. Да, там писали, что потому что с мамой у вас нетянутые отношения. Не знаю, с мамой Илёша вообще легко общается. И мама с ним. Я совсем легко общаюсь. Да нет. С тобой не так и просто общаться. Ты не совсем просто общаешься. Подожди, это со мной тяжело общаться, но я общаюсь и с ними легко. Есть люди, с которыми тяжело. Тебе тоже. Не правда. Там хотела кое-что сказать. Мы хотели бомбануть, но потом переспали с этой мыслью и вроде как не бомбованы. Не, я не хотела бомбить. Я вообще не хочу бомбить на комментарии. Я просто хочу разбирать и говорить, что там типа ну это не надо говорить. Ну короче, там за родика писали. Вот это вот мы у родителей были видео выходило. А там начали писать за родика. Вы его не показываете, потому что он страшненький. Ну это типа была полушутка, полу не шутка. Ну это не смешно, потому что я вообще не знаю, как можно хоть что-то такого рода писать на малыша. Потому что, как говорит моя бабушка, это еще совсем невинное дитя. Это ангелок непорочный. Никого он еще не видел. Ничего плохого в жизни не сделал. Он не заслужил. И вообще он ни один ребенок не заслужил, чтобы на него писали хоть малейшее что-то с намеком на гадость. Поэтому, ну попрошу вас не писать на ребенка, потому что за ребенка это вообще, это наши золотцы, нашей семьи. Поэтому, если что-то будет написано плохое за родик, я буду утренять и блокировать. Конечно, вы можете на меня писать, но там, ну, на ребенка еще не надо. На меня, на колхозана. Колхозана обидеть любой может, а ребенка не надо. Какой жестокий человек может писать на малыша, которому, блин, еще двух лет нет. Который даже говорить еще не умеет толком, чтобы вам ответить. Даже типа, ну, я не знаю, чего вы такие жестоки, вот за ребенка это вообще ужас. Конечно, тут все сразу начнут. Мама такая у меня, ой, ты видела, что мы писали? И Карина, видимо, там что-то подрастроилась. Конечно, подрастроились, и я подрастроилась, потому что у меня в голове не влазит, как это можно на ребеночка писать маленького. Тем более, у нас такой, фу, славный ребенок. Поэтому не пишите, пожалуйста. Будьте добрее. Тем более, такие праздники, канун Рождества, и вообще по жизни. Не надо писать на детей. Будто это наш там ребенок, или вообще другой семьи. Нельзя. Нельзя так делать. Думаю, какой-то нельзя. Я же, я не... Дорогой зритель, нельзя. А-та-та, нельзя. Ну, реально нельзя. Ну, как можно ребенка писать? Он же вам ничего плохого не делает. Шуточки, шуточками, друзья, но реально, меня это очень сильно расстроило, потому что я скафеля-то оттерла. Очень просто мистером Пропором скафеля оттереть зеленку. А вот с паркета, как бы я ни терла, чем бы я ни терла, Доместес, мистер Пропор, ничего не помогает. Леша сказал, брось, я приду, буду сам тереть, может, чистящим попробую. И такая, знаете, гадость, потому что она даже на теле у меня каким-то образом оказалась. И когда я мыла, я смотрю на ноги, у меня еще и ноги в зеленке, она разносится моментально, тяжело отмывается, и, в общем, ну, реально, это не смешно, потому что диван, я почти на 100% уверена, мы не отмоем, мы только менять обшивку ему. Мы, для того, чтобы вернется, переберем все эти лекарства, выкинем, наверное, эту зеленку, потому что я вообще не знаю, как она открылась, она была закрытая. Ой, ужас, в общем, наш урок вам, храните зеленку вообще отдельно, стоя. Да, по-моему, она у нас так и лежала, я вообще не знаю, как она оказалась в пакете с лекарствами. Жалко просто, очень жалко. Но зато меня радует вот такая прелесть. Смотрите, какая прелесть прелестная. Ага, открыла. Так, сейчас. О, какой снежок пошел, вам просто плохо его видно так чисто, но он спокойный, спокойный, размеренный, как раз тот, который я люблю, про который я вам рассказывала. Нам обещали просто снега, написано в новостях было, что в Мелитополь-Запорожье перекрыли трассу, из-за того, что там ужас какой-то ужасный. Но к нам пришло все так размеренно и спокойно. Я рада этой погоде, рада, что снег выпадает к Рождеству. Так что всех с наступающим праздником. Пишите, у кого тоже есть снег. Вот это немножко компенсирует мое плохое настроение с утра. Ничего, блин, это не конец света, что-то придумаем. Просто такая неприятность на ровном месте. Знаете, в квартире, везде эти пятна. Отстой. Увидимся попозже, ребят.